Футбольный клуб Ордобасы перешел на новый уровень тренировок и теперь дружина под руководством Бахтиара Байси едва тренируется не на центральном стадионе, а на стадионе Биик. Впереди встреча с Кокшетасом Макжитпесом. Если южане выиграют, то смогут подняться на третье место в турнирной таблице. После игры с Астаной я поговорил с ребятами. Я сказал, парни, скоро мы будем играть с Кайратом после Сертышо, Макжитпес и Астана. Нам нужно собраться, вы должны показать все свое мастерство. Тогда мы сможем занять третье место в чемпионате. Два года подряд шимкенская команда занимала четвертое место и в этом году есть реальный шанс получить бронзовые медали чемпионата. Настрой у футболистов и тренерского штаба самый серьезный. На поле выйдут даже травмированные игроки. Трайкович, Чанто, Цваладзе, Генрих, Смаков. Они травмированы. Они могут не выйти на поле против Акжитпеса. Но если они захотят биться и помочь команде, вполне возможно, сделав укол обезболивающего, то наверняка они выйдут на поле. Для Талгата Тарбекова 2016 год был успешным. Он женился, да и на поле начал выходить в основном составе. К счастью, пока все обходилось без травм. Защитник уверяет, что он готов на все 100%. Я, конечно, уверен в положительном результате. Мы покажем все, что мы умеем. Мы, конечно же, выиграем обязательно. До конца чемпионата остается 6 матчей. После Акжитпеса Ордобаса сыграет с Кайратом и Астаной, которые поднаторели в европейских играх. Сейчас команда «Южан» с 40 очками находится на пятом месте. А лидирует в чемпионате команда Астаны. 17 сентября, я надеюсь, все болельщики придут и поддержат нас. И мы, конечно же, покажем, как мы будем играть. И я думаю, я надеюсь, что мы обязательно выиграем.